я приветствую наших зрителей сегодня понедельник и очередной выпуск программы доживем до понедельника в студии как обычно сегодня григорий гельфер евгений гендин и я елена кальянова добрый вечер еще раз добрый вечер работает фейсбук работает у нас эти непростая программа сегодня у нас сегодня такой слегка юбилей 30 ты еще не знаешь что такое 30 у нас сегодня 30 программа вот состав чуть-чуть иногда менялся но костяк он вот вот и вот не вернее вот вот и вот так что можете нас фейсбук работает в этот день как и во все дни можете нас поздравлять может быть критические критические замечания писать в ограниченном количестве хвалить в неограниченном и так далее так что 30 программа коллеги проведите это стоит теперь мы можем смело говорить что мы дожили не только до понедельника но и до 30 до 30 ну я хочу сказать что эта программа знаменуется тем что ну как бы праздничный сегодня день но многие революция ну это само собой а если не отходить от темы до темы мы не отойдем были ранее вчера да вот накануне революции так сказать был произошел один еще познаменательный день это день рождения нашего коллеги я хочу тебе вот вручить такой я вчера встречался с авторами создателями журнала джаз и они просили передать вот евгению гендину значит здесь огромная статья о джазе на днепре вот фотографии вот это сюрприз гендин вот джамала джамала слева гендин справа вот гендин из аэрос честно давайте вот короче женичка вот этот журнал вот гендин вот гендин твою библиотеку спасибо это действительно сюрприз это действительно приятно и я не играю но все хватит во мне то затмлю саакашвили я возьму на себя смелость поздравить от имени всей нашей аудитории зрительской будь здоров спасибо очень будет джаз еще было еще много 30 хорошо что был у нас джаз в этом году на днепре до 130 да спасибо революционный ты наш сегодня еще один праздник у нас это в общем-то еще один гендин бывший красный день календаря 7 ноября сегодня 99 годовщина великой октябрьской социалистической революции когда-то это был большой праздник сегодня эту дату декоммунизировали но очень много мало того но у нас это понятно что декоммунизировали но даже вот в сопредельном государстве есть такая знаменитая наталья поклонская да там экс-прокурор да экс-прокурор вот она значит как раз вот в канун годовщины до 99 октябрьской революции сказала что главные злодеи и кровопийцы 20 века это гитлер мао цзэдун троцкий и ленин то есть и в общем то очень обидела геннадия зюганова который руководит там коммунистической партии он сказал ну как мы должны быть едины там а мы в общем то по отношению к ленину оказывается имеем разные точки зрения в общем там серьезный скандал но наш царя любит вроде она на этой неделе перепутала на же вроде вложнее этот николая второго они от владимира там и лишь не кшесинская поклонская на самом деле правда она на этой неделе перепутала всех и все обсуждают бурно как она приписала в одном из там интервью своих до приписала полководца суворову цитату грибоедова из грибоедова горе от ума и на что корреспондент сказал но даже лермонтов скрепы прорастают такой прекрасный комментарий был у блогера григория руденко вот он сказал зато теперь девочка на расхват и в музей суворова и на экскурсию приглашают пригласили уже в театр посмотреть горе от ума и даже школу заново посещать раньше звали только в сауну но теперь она я продолжу тему праздников хотя это не знаю может для кого-то праздник со слезами для как на глазах для кого-то может горе как я не хочу досудить это не касается нашего города это касается нашей страны потому что у нас допустим там резонансный мэр а в одессе был год достаточно резонанса с акашвили но сегодня не резонировали как не но как не совсем гром но лично для меня никак не совсем с ясного неба до отставка с акашвили я вот гарику сообщил по дороге он был не в курсе я был первым кто принес но еще нет отставки он подал заявление но у порошенко как пишут же у порошенко у порошенко сказали что подпишут как только как обмену рассмотрит то есть они готовы подписать причем он громко ушел обвинил как бы порошенко в том что у него же получилось на самом деле я много общался с одесситами разные мнения я его составляет как многие вот от днепре говорят не очень там понимая что у нас происходит что там но понятно были анонсированы громкие какие-то вещи он все с акашвили говорят что ему мешали просто мешали но с другой стороны у него был и прокурор с акварелидзе и милиция полиция там и был боровик и были и была таможня и так далее но в принципе чего-то там как бы не срослось он обвиняет целиком что я очень много хотел но мне не дали позиции я могу сказать про себя я две вещи подумаю я во первых думаешь обама освобождается и я даже такой хэштег предлагаю обама на маму то есть обама на одессу маму да обама обама но особо уже под американскими людьми уже не привыкать вот и под ларягами да хоть тоже и под президент тоже американский практический президент как саакашвили вот но не в этом дело дело в том что я еще раз буду них не спешу обвинять и не спешу радоваться единственное я разочарован тем что я не испытываю разочарование вот это рыча потому что на самом деле у нас не так много сил реформаторских у нас много сил которые реформаторские себя задекларировали но все пишут здравствуй политический сезон здравствуй там ринг но я думаю что действительно очень много прогнозов что карма начнет политическую карьеру вновь начнет политическую карьеру в украине а в одесском политикуме шутят говорят что это первый одесский губернатор который показал что область вполне может обходиться и без губернатора в общем то да я могу сказать что не очень облом был серьезно все таки он рассматривает вот все этот заруба была с и ценюком и так далее он все таки рассчитывал на премьера а когда вот приезжал байден они долго разговаривали я подслушивал немножко вот не все но я из этого послушал но понял что все таки такой ставки на него не сделали а он будучи горячим каким человеком хотящим все сейчас и сегодня тем не менее обиделся мне кажется это абсолютно естественно явление потому что мне кажется может быть и вот в какой-то степени предваряю вот эту ситуацию в президенту петр алексеевич порошенко он подписал закон о пародиях и карикатура да это очень важный закон и мы с гендиным его втихаря лоббировали реально закона да это закон такой значит он говорит о том что теперь все вот творческие какие-то произведения носящие жанр пародии или карикатуры если раньше надо было обязательно но согласовывать это с автором объектом то сейчас не надо сейчас надо просто ну указывать что это пародия на петра алексеевича все и согласовывать не надо там музыка соответственно какая-то там ну в общем короче говоря ну вот как в европе это очень удобно особенно в нашем жанре до потому что это создает достаточно свободу большую и можно создавать какие-то ну ну можно теперь ожидать что вы вы пародия паять теперь конечно и мы будем именем закона о пародии карикатуре теперь какого мы увидели кстати были большой всплеск пародии пародии на декларации хотя это то то о чем мы подробно говорили прошла пародия потому что там я думаю значительная часть фейковой информации то чем мы прошла денежки да плотно много денег не настоящий нет я про бабло значит то что в прошлый раз вот с оксаной тамчук исполняющим обязанности там днепровской фискальной службы председателя мы говорили подробно и декларирование да что вот был нарушен но точности вот повторился вот этот вот как будто все не знали но типа но дел или делали вид что такое происходит вот украинская вот это аля ты ж казала шо не займана а шо не не о як невдобно получилось на самом деле подсчитали уже понятно дотошные люди сколько всего причем до счета задекларировали хотя это все понты номера купюр не переписаны люди подстраховались обещали луценко пообещал переписывать но измерили в не только в миллиарда гривен но в тоннах и в километрах используя вот 26 миллиардов наличными значит гривен 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 если там миллиарды если по 100 гривенными 100 гривенными купюрами то это 259 тонн денег и или 26 километров высоты вот так вот до стратосферы да можно космос подняться по бакам который я ценю говорил вот там построить да можно на этих деньгах подняться в коктейль это очень шаг перспектива для поднятия сферой нардепы из этого задекларирую 12 половиной миллиардов кэшом наличными 7 с половиной миллиардов но вот по фракциям интересно провели вот если в среднем наличные подчеркиваю наличные на одного депутата на одного слуха потому что если валом брата будет бпп что больше всего нет нет на одного депутата на первом месте фракция с очень символичным названием «Воля народа». 37,5 миллионов гривен на одного депутата. Их всего 19 человечков. Это там, я напомню, Лесик Довгий, Литвин, Богуслаев, Фельдман, Поплавский, опять же. Но напел же. Накалядовал, да. На втором месте Ведроджиня. Фракция тоже символична. 35,5 миллиона, 23 человечка. Типа Геллер, Климов, Хамутыник, новый, как бы украинский, самый богатый. На третьем месте Поза. Поза Фрактины. Вот такая тоже пестренькая фракция. 46 человек. 28,5 миллионов гривен на чек. Там все Бологи, которые имеются в этом мире. Под Лунном, все Гиреги. Таруто, Мураев, Клюев. Вот такая пестрая фракция. Четвертое место уже непосредственно ортодоксально. До этого все было фигурально регионалы. Это конкретный регионал ОПА-блок. 21,5. Ну там, понятно, Добкин, прежде всего Дмитрий, потому что наркота, она же дорогая. Должен быть богатым. Там он декларировал и препараты. Бойко, Левочкин и все, которые есть. Новинский, Вилкул, Кивалов, Шуфрич и так далее. Пятое место БПП, коротко, 18,5 миллионов человек. Шестое, с большим уже отрывом идет фракция Ляшко, 11,5 на человечка. Седьмое, Народный фронт, бедный, 10 миллионов. Восьмое, Батькивщина, бедная, там как церковная Юля, значит, по 10 миллионов. И самые бедные, новый средний класс, партия среднего класса, львовского консервативного, продвинутого протестантизма и православия. Я все в кучу, потому что там оно так и есть. Самопомощь 2,5 миллиона. То есть, Сергей, если... Ты подбил, по-пролетарски ты подбил. А последний, это не я подбил, меня подбили. А укроп еще не сформировался? Нет, 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 он формируется сейчас по лимону. Ждем, ждем, ждем. Но я хоть подведомственность, вот если НАБУ и НАСК не разделяют ценности наших депутатов и членовиков, я готов их разделять. Вы готовы со мной разделять эти ценности? У нас слюны свои, да? У нас, да, ценности. Там вот у женщин такие ценности в декларации. Чтобы мне такие не снились, наверное, никогда и не приснятся. А ты плохо спишь? Вот попробуй хорошо поспать и себе объясняться. Пообещали проверять. Прокурор пообещал уже все НАБУ, все возможные организации. То есть они себя проверят сначала. Все деньги подобьют. Ну, мы же знаем же. Пообещать это не значит жениться, правда? Это точно. А красиво. А жениться, кстати, жениться. А красиво жениться вот у нас обещают уже по-новому, по-украински. В частности, в Днепровских ЗАГСах планируют, пока еще только планируют, изменить сценарий самой церемонии бракосочетания. Вот убрать вот этих женщин с высокими прическами на коврах, которые там под Мендельсона что-то говорят. Как убрать. А я помню, они там мне в спину пели. Береги ее, свою говно. Каравай. У меня будет 29 лет. Вот кроме того, что сейчас уже можно за один день регистрировать брак, еще можно будет вот в украинских традициях. И вместо Мендельсона и лирического танца, вот молодым предложат гопак. На выбор, да? Я не знаю, как девушки в красивом платье будут танцевать гопак. Там-там-там-там-там-там. Мне трудно пристать. В моем случае, это как-то теперь по-новому. Ну, нормально. Да, и там будет украинско-национальная одежда, казаки с саблями. Не надо завидовать. Музыка, бандура, руслик. Ну что, ну пролетели мы-мы. Если в министерстве одобрят такой проект, это будет стоить... В министерстве чего? ГПК. Культуры, юстиции и всех остальных. Да, подают юстиции, конечно. Если одобрят, то это будет стоить 3000 гривен такая процедура. Такая национальная. А без ГПК 6? А если не одобрят, женитесь по-старому. Вот у молодоженов в соседнем государстве, у них появляется, ну в Москве, по крайней мере, появляется возможность еще пойти к новому памятнику и сфотографироваться. Потому что это там уже наш, как они считают, человек, хотя чей наш непонятно, это памятник Владимиру. Значит, Владимиру... Владимирович? Нет, Владимиру. Там кто-то сказал, что в Москве теперь один Владимир стоит, один Владимир сидит и один Владимир лежит. Ну, конечно, я имел в виду Владимира Владимировича Миллера. Начальника финансового департамента Днепровского... Владимирский централ. Да. На самом деле поставили памятник Владимиру Ясно-Солнышко, значит, высотой 17,5 метра. Меч почему-то у него в левой руке. Он как бы обозначает, что вот он родоначальник и России, и российского государства. Вот как написал публицист Алексей Широпаев, что это монумент эпохи позорной войны против Украины. Такой валдыр, средстве тяжелой затяжной болезни, попытка обозначить благородное происхождение, значит, России. Хотя все понимают, что она выползла из-под ордынской кашмы. То есть, на самом деле, Владимир, ну, он норман. Я не знаю, кто там он. Норманный чувак. Норманный чувак. Ну, в общем-то, ну, явно как бы там не русский. Ну, и кроме того, ты на его улице живешь. Это же ксенофобия, да, я живу на улице князя Владимира. Хотя мне Плеханов особо не мешал. Вот, не за это я на Майдан выходил. Но мне, в общем-то, по баянию уже не... Ну, ты знаешь, что он там... Мне не нравится, что несовершеннолетнюю Рогмиду на глазах ехал. Тебе же нравились. А потом убил, значит, ее родителей, убил там брата. Я вообще эти темы как бы сейчас не буду... То есть, короче говоря, это вряд ли человек, с которого стоило бы, ну, вот, молодым людям брать пример. Ну, крестил под роспись тоже конкретно кровавую. А прикинь, если был Владимир Ясный Перец, какой бы был бы памятник? А так хоть ясно смогу. Ну, наверное. Короче говоря, стоит он там посреди... Ну, торчит посредине Москвы и, в общем-то, смотрит на это все, что там происходит. И крайне удивляется. Украинские СМИ его так издевательски называют. Вот Владимир, так, прямо вот так. Это ли я крестил, это ли я хотел, в такую ли мечтал попасть в страну? Плевать на... Ну, не доплюнешь, 17,5 метров. Владимир, у меня был юбилей еще один, еще мы не все праздники. Был юбилей близкого, это не человека, но близкого всем горожанам сооружения. Юбилей нового, или как его официально называют, центрального моста. Как сегодня, да. 5 ноября 50 лет этому мосту. Я был, кстати, на открытии этого моста, меня папа взял, но я не буду рассказывать, как я пешком через него ночами ходил, потому что денег на такси не было, как я целовался и так далее. Можно показать, да, вот это день открытия. Это день открытия, это как царский мусарка? 5 ноября, 5 ноября. Я помню, вот это женщины, там такие рельефные были очень... Видите, не был забит еще транспортом. А вот и красавец, он красивый, он очень людям... Вот на самом деле это красивый мост. В 66-м году его ошибочно называли самым длинным, но самый длинный все-таки мост Патона. Там чуть на пару десятков метров больше. Это 1478 метров наш мост, вот 21 метр ширины, его на месте построенного там Советской Армии в 44-м году деревянного моста. И вот мост решили протезировать, что, собственно, со стоматологической точки зрения абсолютно правильно. Там за 50 лет не было капитального ремонта. Вот Лысенко об этом объявил зам мэра. 178 миллионов гривен выделяется. Когда 50 лет назад? Нет, ну, значит, там замена всех этих аварийных балок, всех пролетов, надеюсь, пролетов не будет, всех, деформационные швы полностью срезают, там, все слои дорожного покрытия, водолазные работы, опоры там и так далее. Велодорожки, Елена, будут расширять пешеходную часть и полтора метра тебя устраивают, как велосипедистку. Вполне. Чтобы погнать с каждой стороны. Знаешь, если велодорожка не будет начинаться на мосту и заканчиваться на мосту, тогда, да, если еще какие-то подъезды к ней и съезды тоже. Тоже сделают более... И важная штука – отбойник из железобетона. Потому что вот Лысенко сказал, что металлически запретили отбойник эксперты, потому что, не дай бог, ДТП, они могут выгнуться на встречную полосу. Через месяц начнут. И вот для горожан как бы важно. И год, да? Будут, да, около года будут эти работы, это важно. Троллейбусы ходить не будут вообще. Днем по одной полосе, там были дебаты, как он будет функционировать, но днем по одной полосе будет работать в каждую сторону, а с часу ночи до шести утра мост будет перекрыт. Вот. Опоры будут делать зимой, а асфальт класть летом. Хочу пожелать вот нашему мосту, нашему любимому Central Bridge омоложения, а нам не терять берега. Кто верит, будем молиться за то, чтобы мост. А кто не верит, будем просто желать вот наш брат, чтобы был удобный. Ну ты обязательно на открытие придешь, я так понимаю. И не теряйте берега. Я думаю, что вот про молиться как раз ты сказал. Я думаю, что вот Саакашвили, он полетит с должности, может быть, потому что жители Одессы очень мало за него молились. Да? Да. Вот иногда политики, я вам скажу, иногда они остаются у власти только благодаря тому, что вот люди очень сильно за них молятся, чтобы они были, чтобы они были здоровы, чтобы они приносили пользу. Что за бракобесие? У меня есть пример из... Внимание, экран. Да, у меня есть пример из соседнего города Кривого Рога. Ну, там события летние, конечно же, там дата на экране летняя. Там состоялся конгресс религиозных организаций, он овленя духу, усыли духу святого, так называется конгресс. И там был Юрий Вилкул, мэр города. Это какие-нибудь харизматы, протестанты очередные? Он там отчитывался, все традиционно, он там что-то говорил. Ну, вот меня привлекает лично вот то восхищение, с которым пастор, один из пасторов его там приветствовал и, ну, вот не дал ногу поцеловать. Старший Вилкул, да, Юрий Вилкул. Вот когда открывал, вот есть несколько кадров у нас, пожалуйста, можем показать. Аллилуйя. Слава Богу за эту встречу, за этот конгресс. Наш мэр гордо с нами сегодня. Вот впереди сейчас нас. И я, конечно, просил бы Юрия Григорьевича, пожалуйста, пройдите сюда. Вот я хочу ближе как-то быть возле вас. Вот как-то так. Аллилуйя. И сегодня чудо, чудо явился нам сам мэр. Аллилуйя. Слава Богу. Вот я хотел бы спросить, особенно Кривородской, вы когда-то молились за мэра города, нет? Правда молились? Аллилуйя. И потому он здоровый, и потому он с нами сегодня. Слава Богу. Как-то поддержать руки этого человека, который так много трудится. Ну, Северная Корея. Аллилуйя. Я хорошо, что там минетом не кончилось это дело. Потому что дело... Почему уже даже не могу поцеловать? Я видел, что вот ювилкулу старшему неловко было на самом деле. Как тебе сегодня, когда мы поздравляли с днем рождения. Да. Аллилуйя. Потому что вот это аллилуйя. Ну, это же все бизнес ничего лишнего. Мне кажется, что это демонстрация полного слияния государства и церкви. Такого плотного сливания. Я хочу сказать, что на самом деле нам надо готовиться уже к немножко другому формату ведения передачи. В смысле аллилуйя? В смысле аллилуйя? На каком это языке? Вот аллилуйя. Ну, наверное, какой-нибудь арамейский. Нет, скажем, если это язык ЕС официальный, то тогда это в зачет. Потому что принят закон о вот этих языковых квотах, значит, не менее 35% песен должно звучать на украинском языке. Так что, Генди, на всякий случай, чтобы ты знал. То есть это каждая третья песня, которую ты поешь в нашей программе, должна быть украинской. Про Саакашвили будете шутить только на украинском языке. А вот скажем, там новостные и аналитические, то есть не менее планируется, что мы выйдем на уровень не менее 60% должно быть на украинском языке. То есть, в принципе, нам надо уже и структурировать так программу. Что мы говорим, мы говорим, чтобы выйти на 60%. Так вот. В принципе, мы должны тренироваться. Ну, Калянова свободно говорит, она журналист, мы не государство. А, да, между прочим, мы гости, а гости могут говорить на языке, и Суржик считается украинским. Вы на нашем зловизийном канале, мы будем выполнять эту политику. Я эти темы не комментирую, я в них не влезаю. А мы будем учить. Гости, это важно. Все мы гости на этой земле, гости могут говорить на том языке, на котором они лучше мысли свои. А по-английски могут? Могут. Учусь, да. Могут. Если на языках есть, там звучит, это зачет. По-английски и в Америке. А что завтра будет? А завтра же выборы. Да, вот, да, по-английски, да, выборы. Вот как говорят, кстати, о выборах, о которых вот все говорят, а не важно, что там в Америке. А все ждут. Все замерли, потому что это вот оно и есть, мировое господство, сверхдержава, без всякого чина, как там, преклонения перед Западом. Но действительно, есть одна сверхдержава сейчас, от которой очень, не все, но очень многое зависит. Вот есть выражение, где родился, там и пригодился. Дональд, старина Дональд, родился Трамп, не там. Ему надо было где-то в Сызране родиться. Провел Гэллоп очень массивный опрос, институт Гэллопа. 45 стран, население которых 75 мирового населения процентов составляет. Как бы они решились в Америке? Нет, нет, там просто интересно, за кого бы проголосовали эти страны. Из 45 стран, угадайте, только одна какая проголосовала бы за Трампа. Америка сюда не входит. Понятно, та страна, которую мы что-то, супредельная, как ее Гарик называет, Россия. Остальные бы старину Хиллари бы поддержали. Там же две старины баллотируются. А во всех странах, кроме России, Хиллари самой большой популярностью пользуется в Западной Европе, Латинской Америке и, как ни странно, Африке. Дональд Трамп пользуется популярностью в России и Китае. Самый большой отрыв у Хиллари был бы в Португалии, Финляндии, Южной Корее. Там бы она оторвалась по полной. 80% это не набрало бы, а отрыв был бы, 80%. Меньше всего был бы в Ливане, Индии и Палестине, но даже там она бы победила в 20%. Совсем меньше Китай, но и там Хиллари брала бы 9%. А вот в России 23% Трамп. То есть Трампу надо продавать жилье. Вот этот Трамп Тауэр, помнишь, мы были в Нью-Йорке? Да, конечно. Трамп Тауэр в Нью-Йорке. Тогда это вообще супер, это был 93-й год. Да им просто молиться. Брать свою Иванку или кто там, Маланку. Миланку, Миланку, это же и национальность, это не имя, да? Миланку, Миланку, как она... И переезжать в Сызра, не жить долго и счастливо, умереть в один день. На самом деле его же сейчас отлучили от Твиттера, на секунду его советники. Придали Фейсбуку. Да, советники его отлучили от Твиттера. У него хорошие советники по культуре. И не дай бог не сделал каких-то совершенно уже необратимых заявлений. То есть кто-то пишет так, а потом и от красной кнопки его, если что, он так же оттягивается. А у него руки его ломка, Хиллари чмо. Я открою, если мы доживем до следующего понедельника, это будет главная тема. Недели, выходных. Первый понедельник после того вторника, когда это все произошло. Ну, конечно, болеем за Хиллари, но такое. Ну, ставки я сделал и туда, и туда, на всякий случай. А, то есть вы такие, да, вот как бы... Ну, иди, знай. И там, и там. Это же спорт. И нашим, и вашим. И у нас вот пока... Звонок, да? Да, не-не, звонка у нас нет, почему-то нам не звонят, хотя еще немножко времени до конца остается. Я хочу вам показать одну интересную фотографию. У нас на той неделе, вот на минувшей, очень много спорили об этом учебнике, нашумевшим, а Министерство образования рекомендовало учебник по семейным ценностям. Там не так рекомендовало, не вовремя. Так вот, фотографию одного очень интересного объявления разместил в сети житель Киевской области. Если можно, покажите. А я прокомментирую. Вот здесь вот детки, 11-летние детки предлагают свои услуги. Выносить мусор жителям там своего подъезда и дома. Они тут написали о расписании, что они могут приходить с такого-то по такое-то время, выносить мусор. Мы аккуратные, порядочные. Тюровцы, да? По 11 лет. За 30 гривен. Это стоит 30 гривен. Говорят, у нас есть мечта, и мы хотим вот насобирать деньги на воплощение этой мечты. Я просто хочу спросить, вот как вам такой стартап? Вот это хорошо, когда детки так... Ну, я считаю, это хорошо. То есть это нормально, там, в принципе, если за этими детками не стоят какие-то там другие детки постарше, которые там... Может, какая-нибудь сила какая-нибудь громадская. Это тоже ведь декоммунизация, да? Нет, на самом деле, это нормально, если это все делается, ну, как бы, честно, без какой-то криминальной составляющей. Честно зарабатывают дети, да. Я считаю, что вот хорошие ценности, дети открыты... И цены нормальные. И цены нормальные. Я считаю, да, если мой старший товарищ Григорь Геев считает, что это хорошо, я с ним соглашаюсь. Я действую по принципу, и сказал он, что это хорошо, и я верю. Не, ну, о своих деток вы видели бы, например, там, если бы они были такого возраста, вот, в таком стартапе? Ну, почему нет? Если все честно и хорошо, так, как они вот описали, я считаю, что это нормально. Внуков. Давай про культуру, что ли. О культуре у нас... Ну, культурных событий у нас много происходит. Кстати, да, и будет много. И будет происходить много, но я сначала о таком достаточно, ну, спорном вот культурном событии. Это вот в театре Горького проходили такие общественные слушания, потому что, на самом деле, есть сейчас очень такая жесткая позиция, что это должен быть не театр русской драмы и не имени Горького, потому что это неправильно, потому что у нас война с Россией, потому что русская драма, она как бы не должна присутствовать. Да и Горький, в общем-то, писатель, который там воспевал Беломор канал и был лучшим... Но не только. Нет, ну, на самом деле, это одна точка зрения. А другая точка зрения, что все равно это театр, который... Ну, это неотъемлемая часть Днепра и театр Горького, ну, мы привыкли. И Горький, и Великий все равно писатель. Он не получил Нобелевскую премию, как Кнут Гамсон, который его отдал Гитлеру. Да, ну, с другой стороны, писатель это сложная такая субстанция. Но споры есть, артисты молчат, они за переименование. Они вообще, артисты, не привыкли о чем-то говорить. То есть спор идет не о том, как живет театр, что он ставит, а спор идет, в общем-то, о таких политических вещах. Спор сложный, я не знаю, как... Но пока идет, результата нет. Да, пока результата нет, но я думаю, что пропадет и одно, и другое слово из его названия. Ну, потом, может, вернется, но я не комментирую эти вещи. Ко мне обращаются, но я... О культуре у тебя есть что-нибудь культурного? Да, я хотел сказать, что у нас вот с 11 ноября в музее украинского живописа будет выставка Марии Примаченко. Это великая украинская художница, ну, которая, в общем-то, прожила почти целый век. И она работала в очень таком жанре наива, да, то есть такой формат типа перосмания. Я даже не знаю, как это смотреть. Надо ее рисунки. Они обалденные. То есть я просто... Это мировой уровень, и я советую просто прийти и посмотреть. Мария Примаченко. Да, я приглашаю 12 ноября. Я напоминаю, говорил в прошлый раз, продолжается фестиваль Галича. Уже была пара бесплатных мероприятий. 12 ноября еще раз вход в свободный телетеатр. Очень интересный театр «Ла Шансон» из Сумы. Поет бардовскую песню, поет из репертуара шансонье многих стран мира. 12 ноября телетеатр. Это в программе «Культурная столица». Фестиваль Галича. И Примаченко в программе. И Примаченко, да. А вот «Кирка Горького». Да, программа у нас очень много интересных. Еще пройдет фестиваль кукольных театров. Очень интересный. Будет, я думаю, на следующий. Нет, в конце ноября. В том числе и для взрослых спектаклей. Я более подробную информацию на Фейсбуке и на следующей передаче дам. Очень много планов. Не говоря, шестого Шаова, седьмого Ким. Спасибо за анонсы. На сегодня все. Спасибо, что смотрели нас. Если писали интересное, мы прочтем обязательно по завершению программы. Доживем до понедельника. Все по музеям и театрам. Пусть все будет хорошо. Как бы они ни назывались. Всего доброго. Инсайдерская информация говорит о том, что эти руки ничего не крали. Если собеседника не было, если там есть Кинкин, то другой собеседник мне гораздо более чем подел.